Вот уже 26 лет в стране празднуют День Российского Флага. В этом году в Барнауле из-за пандемии коронавируса массовых концертов не будет. Вместо этого решили в разных точках города провести конкурсы, флешмобы и спортивные тренировки. Патриотические песни и зажигательные танцы. Так юные барнаульцы празднуют День Флага. Жители поддерживают. Флаг России – это символ силы, поэтому мы по этому поводу все вместе здесь собрались, Дом культуры Октябрьский и представили какие-то хореографические зарисовки, флешмоб, если можно так это назвать, и вокал. Детей надо воспитывать, и воспитывать надо во всем. Вот сегодня у нас такой патриотический накал. Вот мы тоже за Россию. Мы сегодня все веселые и радостные дети, да? Да! Если я живу в этой стране, естественно, я отношусь хорошо. Патриот, можно так сказать. А и хорошо, что существует такой праздник. День государственного флага России появился в 1994 году. Отмечают его ежегодно 22 августа. Правда, обычно больших торжеств не бывает. В этом году все, видимо, соскучились по праздникам. Но будут ли его встречать барнаульцы? Вы знаете, какой завтра праздник? Честно, я забыла. Как вы сейчас видите, как праздник? Нейтрально. То есть вы его не празднуете? Нет. Случайно услышал и поэтому смог ответить. Вот точно, День российского флага. Я и День России на ум сразу в 12 июня приходит, а это как бы забыл даже. Так, а какое завтра число? А, День флага. День флага, правильно. А скажите, как вы будете праздывать праздник? Как вы к этому относитесь? Да ну никак не будем его праздновать. Как ты будешь праздновать праздник? Хорошо. Весело. В честь праздника в администрации Ленинского района вручали паспорта. Самый важный документ появился у 10 подростков. Антисептики необходимые и были предусмотрены маски, если в случае кто-то придет без маски. Конечно, не очень удобно проводить эту процедуру, находясь вот в таком, используя все эти моменты. Наконец, и еще один праздничный формат этого года – открытые тренировки. На стадионе ВРЗ проходит тренировка футбольного клуба «Патриот». Здесь мальчишки учатся не только обращаться с мячом, но и любить свою родину. На сайте города размещен целый список адресов с подобными тренировками – футбол, волейбол, художественная гимнастика. Эти спортсмены о торжественности занятия узнали от нас, но не растерялись. Говорят, в клубе «Патриот» как нигде должны знать о патриотизме. Собрания проводятся и беседуем постоянно с ребятами, чтобы привить эти качества патриотизма. На тренировках ребята приходят в цветах нашей страны, в триковорах, кто-то в майках сборных России. С самого детства мы пытаемся привить любовь и к стране, и к нашей сборной. Давай, Тарас, начинай точно ворота. Подключиться к торжествам вы еще успеваете. Завтра в городе продолжатся открытые тренировки, детские конкурсы и акции по раздаче триколора. Такой он – праздник в пандемию. София Иценко, Илья Халяпин. День с толком.